В Якутии обитает около 33 видов уток, однако их численность неуклонно снижается. Как корма для уток в водоемах Якутии много, ограничивает их лишь отсутствие мест для гнезд и возможность спокойно выводить потомство. Кандидат биологических наук Николай Находкин предлагает создавать для уток искусственные гнезда. Продолжит тему Сергей Алексеев. Наиболее остро квартирный вопрос стоит у уток-дуплогнездников, рассказывает Николай Находкин. В Якутии это гоголи, лутки, крохоли, мандаринки. Их уже редко увидишь на весеннем пролете, хотя эти утки очень хорошо гнездятся в искусственных гнездах-дуплянках. Устройство искусственных дуплянок достаточно простое, их может сделать каждый человек. Рис это вещь святая для китайского народа, поэтому был клич в свое время всех тех птиц, даже преследовать, которые питаются рисом, от воробьев, как раз до клоктуна. Ну его просто ели. И он исчезнув в 60-х годах, возродился, где-то стал возрождаться в начале 80-х на Корейском полуострове. Увеличение хозяйственной деятельности людей, в том числе и охотников, а также изменение климата, влияет на снижение популяции уток. Есть вероятность того, что отрицательная динамика дойдет до точки невозврата. Тем более, что уток подстерегает угрозы и в местах зимовок. К примеру, утки-калактуны чуть совсем не пропали из-за того, что кормились на рисовых полях Китая. Я по выходным дням занимаюсь этим. Около 70 сантиметров высотой и внутренняя поверхность 25 на 25 сантиметров. И отверстие делается около 12 сантиметров в диаметре. Оно может быть и квадратным. Но самое главное, чтобы дерево, из которого делаете, было не смолистое. В акции «Утиный дом» могут участвовать все те, кому небезразлично состояние утиной фауны. В первую очередь это относится к охотникам. Поскольку для того, чтобы ставить такие утиные дома, нужно знать места ареала птиц, их виды и повадки. Хотел бы призвать настоящих охотников, патриотов нашей республики, любителей природы, с тем, чтобы активнее строили такие гнезда. Рекомендации о том, как построить утиный дом, можно получить по адресу Чернышевского, 14 и по телефону 420013. Сергей Алексеев, Афанасий Николаев, НВК Саха, Якутск.